10 июля, понедельник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты в студии Алла Есина. Здравствуйте. Последняя пленарная неделя Верховной Рады может оказаться не последней. Спикер Андрей Порубий предложил не закрывать шестую сессию, чтобы быстро собрать депутатов, если возникнут экстренные вопросы. Больше уходит согласительного совета в сюжете наших киевских корреспондентов. Последняя рабочая неделя, а планов у спикера на месяц. И снятие депутатской неприкосновенности с шести народных избранников, и поддержка четырех реформ, и изменения к бюджету, и законопроект о реинтеграции Донбасса. На все два полных дня и два неполных. Хочу віддалу зазначити, что планы очень глобальны и масштабны. И для того, чтобы мы смогли пройти запланованный порядок денный, нам будет важна, очень эффективная, злагодженная и действительная работа. Уже во вторник снять неприкосновенность могут с пяти депутатов. Андрей Лазобова, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгова и Максима Полякова. Но спикер предлагает перенести голосование на четверг, когда будет готово представление еще и на Михаила Добкина. Депутата же требует изменить Конституцию и отменить депутатскую неприкосновенность вовсе. Недоторканность – это археизм, ее вообще нужно снимать, потому что я, например, не знаю, что это, все життя межи правовой бизнеса, нещодавно в политике, и даже не понимаю юридичные эти аспекты. Наша фракция заполни скасывание депутатской недоторканности. У парламенте в первом читании приняты изменения до Конституции про скасывание депутатской недоторканности. Мы требуем от главы парламенту завтра эти изменения до Конституции вынести на развитие парламенту. Получит ли поддержку судебная, медицинско-образовательная и пенсионная реформы в столь сжатые сроки, сказать сложно. Последнюю Поруби вынесет на голосование уже во вторник. Лилия Апрель, Юлия Долганюк, Максим Кондратенко, Думская ТВ. 30 военных судов, 25 самолетов и вертолетов. В Одессе стартовал Сибриз-2017. Представители 16 стран отработают навыки планирования и ведения морских операций. Запланированы водолазные спуски, тренинг по выживанию в боевых условиях, обучение противокорабельной и воздушной обороне, десантной и речной операции и многое другое. В этом уроке берут участие все рода, войск, войск морских сил и наших коллег. Учения проводятся по программе партнерства между Министерствами обороны Украины и США. Совместные с НАТО маневры продлятся до 23 июля. Сейчас мы готовы к режиму свободной игры. У нас есть сценарий, по которому врагом будет выступать подводная лодка из Турции. Она будет агрессором, а задачей остальных участников будет найти и атаковать эту субмарину. В своих жертв грабители выпустили 14 пуль. В полиции рассказали подробности утреннего вооруженного нападения на седьмом километре. Утром в понедельник шестеро неизвестных в масках избили предпринимателей и похитили у них крупную сумму. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух Мерседесах, сломав при этом шлагбаум. Пострадавшего киевлянина и его несовершеннолетнего сына с множественными ранениями госпитализировали. На месте происшествия следователи обнаружили 14 гильз от травматического оружия, раскладной нож и следы, похожие на кровь. По непроверенной информации, похищено 3 миллиона гривен. Просьба ко всем аднеситам, которые были свидетелями данного преступления, либо видели передвижение указанных автомобилей по городу Одессы, либо Одесской области, сообщать в отделы полиции, либо по телефону 102. Новый фигурант в деле 2 мая – иностранец. В Одессе задержан подозреваемый в участии в массовых беспорядках в районе Греческой площади. По данным прокуратуры, долгое время гражданин другого государства скрывался от следствия. На данный момент его заключили под стражу. Напомню, в 2017 году пятерым людям предъявили подозрения в деле 2 мая. Некоторые из них скрываются на неподконтрольных территориях, так называемых ЛНР и ДНР. Дворец спорта могут не успеть подготовить к чемпионату мира по хоккею. Такие опасения выразил Геннадий Труханов. На данный момент не готова даже проектно-сметная документация. Соревнования должны состояться в следующем году, однако к строительству арены еще не приступили. В настоящее время Одесской областной государственной администрации выделен миллион гривен на подготовку проектно-сметной документации. Хорошо, выделили деньги на проектно-сметную документацию. Сколько будет сейчас разработка проекта? По нашей информации, это, по-моему, около полутора месяцев минимум. Мэр потребовал, чтобы документы были готовы к середине августа. Земли для героев. Участки в Одесской области хотят получить около 4,5 тысяч воинов АТО. Однако реализовали это право чуть более 500. В обл. администрации заверяют, что задержки объясняются ошибками в заполнении документов. Сейчас сотрудники геокадастра проводят разъяснительную работу с военными. Максимально показывать ребятам соответствующих, как правильно заполнять документы. То есть убрать вот этот формальный подход, который у нас любят делать. Вы заполнили неправильно, иди переделывай. Что переделывай? Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. С нами всегда интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...